Всем привет, меня зовут Redragon и сегодняшнее видео у нас с вами целиком посвящено самому жёсткому хакеру, самой лучшей геймерше, самому сломанному персонажу во всём Старрейле, Серебряному Волку. В этом видео мы с вами коснёмся всех аспектов игры за неё, а именно, как работают её навыки, какие конусы ей собирать, какие реликвии и полнарные украшения, и самое главное, в какие команды она хорошо заходит. В общем, постараемся коснуться всех аспектов игры, чтобы после просмотра этого видео у вас было полное понимание, как работает этот персонаж и как максимизировать его потенциал, может быть даже в разных направлениях, а не только в одном. Итак, Серебряный Волк это персонаж квантового типа урона Пути Небытия, который специализируется на очень мощных дебафах противников, и в частности на понижении их защиты. Кроме того, Серебряный Волк очень сильно повышает количество пробития, которое получает ваш противник, что ведёт к тому, что он будет меньше ходить, поскольку пробитие уязвимости откладывает его ход, а пробитие квантовой уязвимости, которую Северуль может накладывать, отодвинет его ход ещё дальше. Ну и кроме этого, Серебряного Волка можно раскачать как сильного дамагера, но это требует просто огромнейших вложений. Поэтому мы, конечно же, рассмотрим этот плейстайл, но будем по большей степени придерживаться, как играть за неё за саппорта. И соответственно, чтобы грамотно за неё играть, нужно понимать, как работают её навыки, и поэтому начнём их разбор. Талант Серебряного Волка ожидания ответа системы может вызвать один из трёх багов при любой атаке по противнику. Она может либо понизить силу атаки, либо понизить защиту, либо понизить скорость. Важно отметить, что эти баги ложатся на противника рандомно, но вы не можете наложить один и тот же баг два раза. То есть, если, например, вы понизили противнику защиту, то следующим багом вы либо понизите ему атаку, либо его скорость. После того, как вы повесите все три бага, при следующем наложении багов они будут в рандомном порядке обновляться. И сразу скажу, что базовый шанс наложения эффекта в каждом её дебафе не является конечным шансом. Конечный будет определяться из вашего шанса попадания эффектов и резиста противника к дебафам. Сколько конкретно вам нужно шансов попадания эффектов в ваших статах, мы рассмотрим несколько позже. Но это просто, чтобы вы не пугались, введя не очень большие цифры на базовый шанс. Техника Серебряного Волка при использовании перед боем наносит противникам квантовый урон. И также наносит две единицы пробития по шкале стойкости, при этом игнорируя их типы уязвимости. Если их шкала стойкости будет пробита, то они получат эффект пробития квантовой уязвимости. То есть, как будто бы на них висела квантовая уязвимость и вы её им пробили. Далее ульта Серебряного Волка стоит 110 энергии, наносит огромную кучу урона, а также снижает защиту противника с довольно высоким базовым шансом и на довольно большое число. И длится целых три хода. Нелишним будет отметить, что снижение защиты от ульты будет суммироваться со снижением защиты от таланта. И чем больше вы будете накладывать снижение защиты, тем сильнее будет этот эффект, поскольку параметр снижения защиты не подвержен закону убывающей отдачи. И перейдём теперь к её навыку разрешить изменения. Этот навык имеет базовый шанс 100% снизить сопротивление противника к любому элементальному урону на определённый процент на два хода. И самое главное в этом навыке то, что он также дополнительно может повесить на противника новую уязвимость, которой у него на данный момент нет. И плюс к этому снизить ещё сопротивление к урону элемента этой уязвимости на 20% на два хода. Итак, давайте теперь разберёмся, как работает эта механика. При использовании своего навыка Серебряный Волк может наложить на противника какую-либо новую уязвимость в зависимости от стихии, которая есть у вас в вашей команде. И здесь важно выделить несколько ключевых моментов. Первое, она не может повесить уязвимость на противника, которая на нём уже висит. Логично. Но это очень важно, это мы запомним, это нам пригодится несколько позже. Второе, шанс повесить новую уязвимость выбирается среди элементов, которые есть у вас в команде. Количество персонажей на это не влияет. И у каждого элемента есть равный шанс быть повешенным на противника. Рассмотрим следующие примеры. Итак, в этом бою у противника есть огненная, ледяная и мнимая уязвимости. У меня в отряде есть огненная, ледяная, ветряная и квантовая стихия. Так как Серебряный Волк не может снова повесить огонь на ледяную стихию, то у неё будет выбор между двумя, соответственно, квантовая и ветряная. И у каждой из которых будет 50% шанс быть использованный и повешенный на противника. И говоря об алгоритме работы этого навыка, сначала при его использовании он проверяет, какие уязвимости уже есть на противнике и какие уязвимости также есть у вас. После этого он сначала накладывает уязвимость на противника, а потом он проводит удар. То есть, если вам повезёт и вы повесите квантовую уязвимость с её навыка, то она сразу же будет немного пробита, как вы можете заметить здесь. Ну и, соответственно, если у вас есть три элемента на выбор, которые можно повесить на врага, то шанс наложения каждого из них будет равен 33%, что, соответственно, добавляет рандома ещё больше. Хотя в зависимости от строения вашей команды это может быть даже не так плохо. Ну и что же в таком случае делать, если в одном случае у нас есть 50% шанса, в другом у нас есть 33% шанса. Есть, конечно же, возможность форсировать один элемент. И это, конечно же, я не говорю о моно-квант-команде. Безусловно, один элемент можно форсировать и в любых других командах. Например, как здесь. У меня в команде есть три элемента. Это квантовый, огненный и ледяной. И у противника есть ледяная и огненная уязвимости, которые серебряный волк наложить не может. И в этом случае она всегда своим навыком будет накладывать именно квантовую уязвимость на врага. И об этом очень важно помнить, когда вы строите ваши команды против определенных врагов. И держа в уме этот принцип, чуть позже мы поговорим о том, как собирать команды грамотно. Однако перед этим важно будет еще кое-что отметить. Если уязвимости противника совпадают со всеми элементами в вашем отряде, и, соответственно, все элементы, которые могла бы повесить серебряный волк, блокируются, она, ну, соответственно, не будет вешать никаких дополнительных уязвимостей. И, как следствие, противник не будет получать дополнительные 20% среза резиста к новому добавленному элементу, потому что нового добавленного элемента просто не будет. Он будет получать стандартное снижение всех типов сопротивления, и все. Ну и заканчивая разговор о ее навыках и следах, несколько слов о ее дополнительных способностях. Обе способности нужно качать. Левая способность увеличивает длительность бага на один ход. То есть это тот дебаф, который мы получаем с таланта. И также дополнительная способность дает фиксированный шанс повесить дополнительный баг у противника при каждом пробитии уязвимости. Вторая способность неправильно переведена на русский язык, и она увеличивает наложение новой уязвимости на противника на один ход, что также очень и очень важно. Параметры атаки для серебряного волка, который не раскачивается в ДПС, у того, у которого нет миллиона идолонов и сигны, не так сильно важен, но все равно приятен. Здесь самое главное будет прокачать шанс попадания эффектов, то есть вот это нужно прям качать сразу в первую очередь. Говоря об остальной прокачке ее следов, то вам в первую очередь нужно качать примерно одинаково ее навык и ульту, потом по приоритету идет ее талант. Но все равно он не должен очень сильно отставать. И в самую последнюю очередь может будет прокачивать базовую атаку, прокачка которой будет иметь довольно много смысла, по той причине, что серебряный волк будет довольно часто бить базовой атакой. Ну и естественно, когда вы сможете прокачать ее третью дополнительную способность, нужно будет это сделать как можно скорее, поскольку при наличии у противника трех или более дебафов, его сопротивление урону будет снижаться на дополнительные 3%, что очень и очень сильно повысит получаемый им урон. А повесить 3 ослабления на противника имея серебряного волка будет, ну, довольно просто. Ну и теперь давайте перейдем к самому важному, а именно сбору команды под серебряного волка, поскольку грамотный сбор вашей команды будет действительно определять, насколько успешен будет ваш заход. Я надеюсь, что к этому моменту видео все уже поняли, что она играется не только в моно квант командах, как, спасибо большое за подписку, как многие думали. Ну и здесь мне также хочется сразу отметить, что даже без добавления уязвимости, серебряный волк может повысить урон, наносимый вашей командой, примерно на 53%, с учетом, конечно же, прокачанного серебряного волка, и с учетом того, что у вашего противника нет дополнительных резистов к вашему основному источнику урона. То есть порядка 53% против примерно 25% у пелы, с которой ее постоянно сравнивают. А если вы сможете повесить нужную уязвимость, то процент увеличения урона будет повышен примерно до 80%. Это, естественно, при условии всех повешенных багов и дебафов. И здесь у вас есть несколько вариантов. Это так называемая моно-команда, в которой будет представлен один элемент плюс серебряный волк, либо рандомная команда, стихийный элемент, который будет совпадать со стихийным элементом уязвимости противника, чтобы серебряный волк мог вешать именно то, что вам нужно. Однако моно-команды являются действительно довольно эффективными, особенно если у вашего противника есть квантовая уязвимость, и вы будете гарантированно вешать элементы остальных участников команды. А я напомню, что если у вашего противника не будет квантовой уязвимости, у вас будет 50% повесить либо квантовую, либо другую. Сейчас я вам быстро покажу примеры моно-команд и чем они будут хороши. Первая команда, которую вы можете собрать, это моно-пира, которая собирается из асты, хук или химика, если она у вас есть, и вашего пира ГГ. В этом случае у вас есть и сильный дебафер, и хороший бафер, и какой-то источник урона, и также защиты. Единственное, защиты будет, конечно, маловато. Но если пытаться играть через пробитие уязвимости, то вам ее вполне может быть достаточно, особенно учитывая, что серебряный волк довольно неплохо повышает количество уязвимости, которые вы можете пробить. И если вам будет хватать урона, то выживаемости, которая обеспечивает вас пира ГГ, будет более чем достаточно. Итак, следующая команда, которую вы можете собрать, которая является, на мой взгляд, одной из самых сильных моно-команд, это моно-лет-команда. Соответственно, Гепард, Пела и Яньцинь. Самый большой минус здесь все персонажи, которых вам придется выкручивать. Ну и плюс два из них пятизвездочных, ну без учета волка. Однако защита, которую вам будет давать Гепард с головой вам хватит на прохождение целого уровня и без особого получения урона. Пела и Серебряный Волк очень хорошо синергируют за счет того, что они обе сносят очень много защиты у противника. И количество урона, которое противник будет получать, будет просто невероятно высоким. А сам по себе Яньцинь бьет довольно больно. Поэтому эта команда будет и хорошо выживать, и хорошо бить. Следующая сильная команда, которую вы можете собрать, это Моноэлектро. Байлу дает вам достаточно хила, чтобы выживать. Тиньюнь вместе с Цзиньюанем наносят просто нечеловеческий урон. Но здесь есть одна маленькая проблема. Все-таки Цзиньюань это персонаж, который наносит урон массово. А Сильвервульф это персонаж, который ориентирован на сингл-таргет. Поэтому мобы-бомжи, которые стоят по краям, могут вызывать проблемы. Хотя, когда я играю через Цзиньюаня с помощью Серебряного Волка, я вхожу в бой с ее техникой. Мобы-бомжи стоят с пробитой уязвимостью. И пока они в ней стоят, я просто постепенно настакиваю им урон, пробивая массовыми атаками Цзиньюаня. И через один, два, три хода Цзиньюань вместе со своим Повелителем Молний уничтожает их и продолжает накидывать урона на босса. На котором у меня сосредоточен основной фокус. То есть да, это тоже одна из очень хороших и очень сильных команд. Следующая довольно мощная и сбалансированная команда это Монофиз команда. Которая будет замечательно работать, если у вас вдруг есть Клара. Поскольку она будет танковать урон, Наташа будет выхиливать. А Сушан или, например, Физ ГГ, ну если у вас нет Сушан, могут также вносить очень много урона. То есть тоже довольно грамотно собранная и довольно синергирующая между собой команда. Можно попробовать собрать типа Ветряной команды, но для чисто Моно команды нам не хватает еще одного Ветряного элемента. В идеале Ветряного хиллера или Ветряного щитовика. Но опять же, если у противника есть, например, физическая либо ледяная уязвимость, можно сюда сунуть Наташу, либо того же Гепарда. Поэтому в принципе такая команда тоже может неплохо работать. Ну и через какое-то время у нас будет доступна одна из самых сильных команд. Это Моно Квант команда. Предположительно в 1.3 выйдет Фусюань, которая будет вантовым персонажем элемента сохранения. И когда-то там еще должен выйти еще кто-то квантовый. Я честно не очень помню, не слежу за сливами, но кто-то должен быть. И тогда мы сможем завершить Моно Квант команду, и она будет показывать себя просто очень и очень круто. Но на данный момент придется пользоваться либо теми моно командами, которые есть, либо собирать гибридные команды, о которых мы будем говорить далее. Чтобы правильно собрать такую команду, необходимо помнить о механике блокировки элемента. А именно о том, что Серебряный Волк не будет накладывать уязвимость, которая уже висит на противнике. Если взять, в пример, вот этот бой, то мы видим, что у обоих элитных противников у нас висит ледяная уязвимость. Соответственно вам обязательно нужен ледяной элемент в команду. А далее у вас есть выбор вашего основного дамагера. Вы можете взять, например, Цзиньюаня, чтобы вешать на вот этого моба электрическую уязвимость. И к нему можете взять, например, Байлу, если она у вас есть. И тогда ваша команда будет выглядеть примерно таким образом. Сделайте вид, что это Байлу. Если у вас, как и у меня, Байлу нет, то вы можете, например, вместо Байлу взять Наташу. Но в таком случае, вот в этом бою, у вас будет вероятность, кроме квантового элемента, положить еще и физический. Что добавляет рандома, но мне на самом деле это не помешало закрыть вот этот этаж на три звезды. Поскольку в первом бою вы все равно будете гарантированно накладывать именно электрическую уязвимость. Но да, если бы у вас была Байлу, то вы бы в обоих случаях гарантированно накладывали именно те уязвимости, которые вам нужны. При сборе таких отрядов важно помнить несколько вещей. Первое. Чем меньше разных элементов у вас в команде, тем лучше. Поскольку тем меньше выборки для Серебряного Волка на повешение элемента. Соответственно, чем их меньше, тем больше шансов того, что вы повесите то, что нужно. Поэтому монокоманды в этом плане являются одними из самых эффективных. Всегда, когда вы собираете команды под определенные уязвимости, монокоманды или нет, важно смотреть, чтобы у вашего противника не было дополнительного сопротивления к элементу, который будет у вас наносить основной урон. Например, вот этих вот челиков я первый раз, когда взял Серебряного Волка, прошел примерно вот таким вот отрядом. Что позволило мне гарантированно вешать на первую элитку квантовые уязвимости, пробивать ему ее, соответственно, очень-очень много. Поэтому, опять же, смотрите, какие элементы есть у врага и какие элементы стоит взять вам. И перейдем теперь с вами к ротациям и к тому, как вести бой, когда у вас есть в команде Серебряный Волк. Перед боем крайне желательно всегда использовать ее технику, поскольку она пробивает мобов, вешает на них квантовое пробитие, что позволяет, опять же, вывести мобов бомжей из боя и нанести какое-то количество урона. Плюс на них также можно набить стаков квантового пробития, что позволит впоследствии им получить много урона и, может быть, даже откиснуть тогда, когда придет их ход. Поэтому, когда начинается бой, вам следует сфокусировать все ваши силы Серебряного Волка на основном мобе. То есть на элитке либо боссе, чтобы настакать на нем все бафы, дебафы, баги и прочее к моменту, когда ваши основные дамагеры смогут уже вносить ему урон. Самое главное здесь следить за длительностью наложенных дебафов, чтобы, когда ваш основной дамагер начал ходить, все эти дебафы висели на противнике. И помните о том, что снижение всех резистов с ее ешки работает всего два хода, поэтому вам необходимо будет использовать скилл Серебряного Волка каждые два хода вашего противника, чтобы поддерживать этот дебаф на нем всегда. Использование ульты Серебряного Волка должно быть настолько часто, насколько это возможно. Однако важно не использовать ульту сразу перед ходом вашего противника, разве что вы можете пробить ему его уязвимость. И стараться следить, чтобы дебаф от ее ульты всегда висел перед основной атакой вашего главного дд. То есть для этого полезно будет использовать ее ульту сразу перед тем, как будет ультовать ваш основной дамагер. Говоря о ротации использования ее навыков, если вы не используете ивентовый конус, то вашим основным порядком действий будет использование ешки и двух базовых атак, потом снова ешка и ульту по кд. Если вы используете ивентовый конус, то вы сможете себе позволить использовать три базовых атаки и использовать ее скилл по необходимости. Однако на вашу ротацию также будет влиять ваш билд, реликвий и планарных украшений, а не только конус, но об этом мы поговорим в соответствующей секции. И если вдруг кто-то не понимает смысла грамотной ротации, то он заключается в том, что вы сможете эффективно добывать энергию для вашей ульты, при этом не тратя слишком много очков навыков. И перейдем теперь к сетам реликвий и планарных украшений, которые можно надеть на вашего серебряного волка. Сразу отмечу, что тут есть несколько вариантов и комбинаций, которые будут зависеть от стиля игры, количества идолонов, выбора вашего конуса и так далее. Все варианты мы конечно же рассмотрим. Используя серебряного волка как саппорта, одним из лучших сетов будет конечно же стрелок дикой пшеницы, поскольку повышение скорости для саппорта очень и очень важно, потому что чем больше у него скорости, тем чаще он будет ходить. Тем более эффективно он сможет поддерживать дебафы на противнике, тем больше он сможет генерировать скиллпоинтов. Ну и также учитывая, что она довольно часто будет быть базовой атакой, бонус урона для базовой атаки от этого сета также будет несколько полезен. Хотя из-за идолонов и сильных вложений бьет она не то чтобы много, но приятно. Второй вариант сета под саппорт волка это сет вора падающего метеора, который не только сильно повышает эффект пробития, но также при пробитии уязвимости будет давать энергию, что довольно нужно и важно серебряному волку. Как я уже говорил, она довольно много приносит с собой пробития, поскольку она всегда может иметь возможность повесить на противника квантовую уязвимость, а квантовое пробитие является одним из сильных. Поскольку оно довольно сильно откладывает ход противника и при набивании пяти стаков по пробитой уязвимости он получает очень много урона, поэтому эффект пробития будет полезен. Но опять же, если говорить чисто о саппорчем варианте, то я бы рекомендовал все-таки стрелка дикой пшеницы. Если у вашего серебряного волка есть первый идолон, который заметно снижает ее требования по энергии и позволяет чаще использовать ульту, то вы можете попробовать использовать орла сумеречного рубежа, поскольку при использовании ульты он будет продвигать ваши действия, за счет чего она будет ходить чаще. Но это не самый, как по мне, стабильный и, не знаю, эффективный сет, его в принципе можно попробовать в определенных сценариях, но я думаю он все равно будет проигрывать тем остальным вариантом. И если вы играете в ДПС волка, если у вас есть ее сигна, ее идолоны, ну или вы просто хотите нарулить на ней кучу атаки, чтобы она у вас в основном била, а не дебафала, то сет гений бриллиантовых звезд на повышение квантового урона и дополнительное повышение урона будет самым-самым лучшим. То есть это в принципе лучший сет на любого квантового дамагера. Однако я бы не советовал собирать этот сет, если у вас вообще нет идолонов, поскольку волк превращается в супер дамагера как минимум после четвертого, и на шестом она становится просто очень-очень жесткой. Говоря о сете полнарных украшений, у вас также есть несколько вариантов на выбор, который будет зависеть скорее от того, какие статы у вас будут в ваших артах, или какие конусы вы будете носить. Стандартным хорошим сетом на любого саппорта будет флот нестареющих, который немного повысит выживаемость, а также повысит силу атаки всей команды. Плюс этот сет формится в самом выгодном данже, поэтому возможно у вас даже есть некоторые нужные куски этого сета. Вторым вариантом вы можете взять пангалактическое коммерческое предприятие, которое повышает шанс попадания эффектов по противнику. Этот сет можно будет взять в случаях, если вам либо сильно не хватает шанса попадания эффектов, либо если вы решили не брать в тело шанс попадания эффектов и нарулить их из сабстатов. Но об этом мы поговорим в секции конкретных статов. Третьим вариантом, и как по мне самым слабым среди всех остальных, вы можете попробовать взять талию край бандитов на повышение эффекта пробития. Что будет неплохо играться с вором падающего метеора, но как по мне это опять же дает слишком мало, меньше профита, чем все остальные сеты. Но попробовать его конечно же можно, и мой личный фаворит и лучший сет под определенные билды это живой вонвок, который повышает скорость восстановления энергии, кроме того продвигает действия вашего серебряного волка вперед на 40%, что позволяет ей ходить почти всегда самый первый. Но если у вас ни на ком другом в вашей команде нет вонвока, этот эффект довольно полезен по той причине, что когда волк ходит первый, она всегда может начать бой с наложения нужной уязвимости на противника. Что позволит, например, более быстро ходящему персу по дефолту, чем она, долбить уже за дебафанного противника или того, на котором уже висит новая уязвимость. Поскольку в моей зеле очень высокая скорость и она всегда ходит первее всех, а мне не нужно, чтобы она ходила первее серебряного волка, когда я взял серебряного волка с ней в отряд, для того, чтобы она вешала уязвимость. Поэтому этот сет меня очень сильно выручает. Ну и плюс опять же, повышение скорости восстановления энергии очень важно, но опять же, в каких-то билдах оно будет сильно важнее, в каких-то чуть менее. Поэтому сейчас мы обсудим, какие конкретно статы вы будете собирать в ваших сетах. Итак, помня о том, что серебряный волк в первую очередь дебафер, одним из самых важных ее параметров будет шанс попадания эффектов, который будет определять, соответственно, вероятность того, что вы сможете положить какой-то конкретный дебаф на вашего противника. Сейчас я на экране вам покажу табличку, которую вывел Гримм, которая показывает, сколько шансов попадания эффектов вам нужно для разных уровней ваших навыков и разного количества резиста у противников. Соответственно, чтобы ваш скил накладывал дебафы со 100% вероятностью на большинство противников воспоминаний хаоса, у которых 30% резиста к получаемым эффектам, вам нужно будет насобирать 76% шанса попадания эффектов. Для скилла 7 уровня, если у вас скилл 10 уровня, то нужно 68. Однако, в воспоминаниях хаоса есть более жесткие мобы с более высоким резистом, например, такие как Коколия или Сварог, и для них нужно несколько больше шансов попадания эффектов, 96% и 105% соответственно для 10 и 7 уровня вашего навыка. Поэтому, если вы стремитесь закрывать высокие уровни воспоминаний хаоса, то 96% это то, на что вам в идеале в долгосрочной перспективе нужно будет целиться. Но для большей части игроков на данный момент, конечно же, нужны чуть более низкие показатели. Да, на случай, если вы вдруг не знаете, где смотреть шанс попадания эффектов, он находится в характеристиках вашего персонажа. Соответственно, вот здесь. Ну и теперь, с сознанием того, сколько нам нужно шансов попадания эффектов, поехали рассматривать основные статы для ваших реликвий и планарных украшений. Квтело, если вы не используете конус шансов попадания эффектов, и если у вас нету нескольких эйдалонов, то вам обязательно стоит взять шанс попадания эффектов. В остальных случаях, если вы можете добиться требуемых показателей шанса попадания из других источников, такие как сабстаты, эйдалоны или конусы, вы можете поменять тело на крит-шанс или атаку, но это, опять же, для дамажного волка. В ботинке вы всегда будете брать скорость, поскольку это один из самых важных параметров для саппортов, и уж тем более для волка, который чем чаще будет ходить, тем больше она будет накидывать багов, дебафов, генерировать скиллпоинтов и энергии. В планарную сферу стоит взять квантовый урон или атаку, но, опять же, это будет не очень сильно важно для чисто саппортящего билда, поскольку она в любом случае не будет сильно бить, поэтому больший упор делайте на сабстаты или эффект набора. Например, я повесил на нее вонвока, и мне, в принципе, пофигу, какая у нее будет сфера, потому что эффект набора для меня будет в данном случае важнее. Веревка у вас практически всегда должна быть на скорость восстановления энергии. В некоторых случаях вы можете взять веревку на атаку либо эффект пробития, но это будет только в случае, если вы будете играть с конусом, который будет дополнительно восстанавливать вам энергию, и если вы будете готовы к тому, чтобы иметь меньше свободы в вашей ротации, то есть использовать вашу Ешку намного чаще. Таким образом, резюмируя самые главные основные статы, тело, шанс попадания эффектов или крит-шанс или атаку, ботинки, скорость, сфера, квантовый урон или атака, веревка восстановления энергии, ну, либо атака или эффект пробития. Говоря о сабстатах, оптимальными будут шансы попадания эффектов, опять же, если вам бы не хватает, то вам бы, ну, наверняка будет часто не хватать. Скорость, как ваш второй приоритет, тоже довольно важна, и последним сабстатом можно попробовать насобирать эффект пробития, либо силу атаки. Ну и перейдем к следующей важной части вашего билдинга Серебряного Волка, это ее конусы. Разные конусы лучше подходят для разных плейстайлов и разных билдов. Говоря о самых хороших и подходящих ей конусах, это, конечно, будет ее сигна, это будет сигна вельта, это будет решимость блестит, подобно жемчужинам пота, и наш ивентовый бесплатный конус перед началом тренировочной миссии. Все остальные конусы довольно слабые, но им можно, конечно, найти применение, хотя это имеет очень мало смысла, учитывая, что практически все будут иметь доступ к ивентовому конусу. И говоря как раз-таки об ивентовом конусе, он является реально одним из самых хороших и самых удобных для дальнейшего билдинга и игры за Серебряного Волка. Тот факт, что вы можете его бесплатно наложить до пятого уровня, тоже, скажем так, возвышает его несколько над всеми другими конусами. Однако, чем же он так хорош? А хорош он тем, что он дает очень много шансов попадания эффектов, что позволит вам почти наверняка добить именно столько шансов, сколько вам нужно для того, чтобы вы всегда могли положить на противника зебаф. А также, очень важно, он дает дополнительную энергию при атаке противника с пониженной защитой. И вот это вот условие для Серебряного Волка не будет заставлять никакого труда, поскольку у нее есть несколько способов снизить противнику защиту. При использовании этого конуса, и если вы будете носить легендарную веревку на скорость восстановления энергии из любого сета, то, как я уже говорил, ваша ротация будет иметь вид 3 базовых атаки и скилл в любой момент, когда вам нужно. И ваша ульта будет откатываться довольно быстро. Однако, если у вас есть первый Эйдалон, и если вы повесите Вонвока и также легендарную веревку на восстановление энергии с этим конусом, то при соблюдении условия первого Эйдалона вы сможете откатывать вашу ульту практически за использование одного скилла. Что позволит вам спамить ультой очень и очень часто, снося очень большое количество стойкости вашему противнику, пробивая ему уязвимость. Но это опять же только в случае первого Эйдалона, Вонвока и Золотой Веревки. Также, если вы не против играть с более узкой ротацией, когда вам нужно более часто использовать Ешку для восстановления энергии, и для вас это не составляет больших проблем, вы можете вместо веревки на восстановление повесить атаку или пробитие, однако все равно я бы советовал придерживаться именно веревки на восстанову. Поскольку ни скиллпоинты лишними не бывают, ни какая-то свобода действий также не бывает лишней. Поэтому, как по мне, это самый фаворитный конус в принципе вообще, который позволяет не сильно запариваться по поиску сабстатов на шанс попадания эффектов, который дает вам миллион энергии и в принципе очень удобный. Но если вы сможете собрать много сабстатов на шанс попадания эффектов, то с этим конусом вы сможете поменять ваше тело на какие-нибудь криты. То есть опять же, очень-очень много гибкости он дает в вашем билдинге, что довольно-довольно приятно. Следующий конус решимость плестит подобно жемчужинам пота. Конус, который может дополнительно снижать противникам их защиту, что очень хорошо синергирует с остальными навыками нашего серебряного волка. Однако этот конус не дает ни шанса попадания эффектов, ни восстановления энергии. Поэтому с этим конусом вам обязательно нужно носить сет вонвока и обязательно носить веревку на восстановление энергии. Ну и конечно же без тела на шанс попадания никуда не деться. Сигна серебряного волка делает ее на шаг ближе к тому, чтобы она стала чуть более полноценным дамагером. Она также дает некоторое количество шансов попадания эффектов, что полезно и возможно позволит вам не брать тело на шанс попадания эффектов, но вам нужно очень много его насобирать в сабстатах. Поэтому скорее всего тело вам все равно придется носить на шанс попадания. Также этот конус повышает крит шанс, когда на противнике висит не меньше трех ослаблений. А повесить три ослабления за серебряного волка опять же не составляет большого труда. Поэтому повышение такой атакующей характеристики будет в принципе полезно. И также в подспоре наложения дополнительных дебафов этот конус может сверху повесить статус, который будет увеличивать противникам урон, весь урон, весь входящий в них урон на определенный процент. И довольно немалый процент. А учитывая, что это повышение урона будет идти дополнительно ко всем остальным дебафам, которые накладывает серебряный волк, количество урона, которое будет получать ваш противник будет просто невероятно огромным. Который делает этот конус самым мощным и самым хорошо применимым для серебряного волка, но усложняет ваш билдинг, поскольку с этим конусом вам также обязательно нужно будет играть с вонвоком, обязательно нужно будет собирать золотую веревку, и также играть в более узкой ротации, одна ешка и две базовых атаки. Но если вы заберете эту сигну, если вы насобираете идолонов, то ваш серебряный волк будет делать очень и очень жесткие вещи. Как вариант, также можно рассмотреть сигну вельта во имя мира. Она повышает урон по противникам с дебафами, и после использования ешки повышает шанс попадания эффекта владельца и увеличивает силу атаки, что в принципе может неплохо подойти для серебряного волка, если вы играете через нее как дамагера, но я бы советовал вам играть с этим конусом только если у вас есть как минимум четвертый идолон. В противном случае ивентовый конус будет намного проще, намного лучше и намного выгоднее. А так, если расставлять их по увеличению урона, который будет давать серебряный волк, то ее сигна примерно процентов на 20 сильнее ивентового конуса, и конус решимость блестит подобно жемчужинам пота на С5 будет даже давать больше дамага, чем ее сигна. Но это опять же только на С5. На С1 вряд ли он будет сильно профитнее ее ивентового конуса. А говоря о персональном дамаге серебряного волка, сигна вельта будет давать примерно столько же, сколько и ее сигна. Однако опять же серебряный волк это не тот персонаж, которого следует судить только по ее собственному урону. Так что да, подводя итоги, я лично буду играть, и на самом деле многим советую, особенно на нулевом идолоне, играть с ивентовым конусом, поскольку он дает больше свободы действий, и играть с ним в принципе намного проще. Ну и плюс он бесплатный. Ну и напоследок давайте немножко поговорим о ее идолонах, каждый из которых является очень и очень жестким. Ее первый идолон позволяет восстанавливать 7 единиц энергии при использовании ульты за каждый дебаф, который висит на противнике, вплоть до 5. То есть при самом лучшем развитии событий, она может восстановить порядка 40 единиц энергии за одну свою ульту. Но для этого на противнике должно висеть 5 дебафов, что опять же не является большой проблемой для Серебряного Волка, поскольку когда она фокусится на одном противнике, она довольно быстро накладывает на него 3 бага, и плюс с Ешки она накладывает 4 дебаф. И в принципе это все, что вам нужно, чтобы использовать этот идолон, поскольку когда вы используете ульту, она сначала накидывает от нее дебаф, и потом только бьет. То есть таким образом вы можете иметь на противнике не 5 дебафов, а 4 для максимального эффекта. И получать дополнительно 40 энергии, это очень и очень сильно. Это позволяет вам сократить ваше количество действий для получения ульты в каждой вашей ротации на 1 единицу, что очень и очень сильно. И опять же в случае использования ивентового конуса, вонвока и золотой веревки на восстанову, вам будет не хватать буквально нескольких единиц энергии после использования скилла после вашей ульты, для того чтобы снова использовать ульту, что является неимоверно сломанным. Далее второй идолон Серебряного Волка, тоже я бы сказал практически имбалансный, поскольку он снижает у всех противников их сопротивление эффектом, когда они вступают в бой. Это значит, что вашему Серебряному Волку, вашим остальным дебаферам, которые с ней в команде, либо человеку, которые играют от дотов, можно иметь меньше шанса попадания эффектов и компенсировать это более атакующими статами. Опять же, имея второй идолон и имея ее ивентовый конус, вы без особого труда сможете убрать тело на шанс попадания и поменять его на какие-нибудь криты. Тридцать пятый идолон, как всегда, повышает уровень авокуры и уровень ульты, и четвертый идолон это то, что превращает нашего Серебряного Волка уже в более такого определенного дамагера. Поскольку ее четвертый идолон позволяет наносить дополнительный квантовый урон размером до 100% от ее силы атаки, а шестой ее идолон абсолютно сломанный, который может повысить ее урон вплоть до 100% сверху ко всему вообще, что у нее есть. И на своем шестом идолоне и со своей сигной она бьет даже сильнее, чем зелья. Конечно, собрать такого Серебряного Волка удастся, мягко говоря, очень малому количеству людей, поскольку количество всех средств, как игровых, так и реальных, которые нужно будет потратить для того, чтобы добиться этого, оно просто неимоверно огромное, но как факт Серебряный Волк с такой прокачкой будет просто убивать и уничтожать все вокруг. Но тем не менее, даже несмотря на это, и на нулевом Эйдолоне это довольно сильный и довольно ломающий игру перс. Ну что, Эйдолоне это просто вообще капец, но забудем про это, чтобы не травмировать нашу с вами психику. И будем с вами на этом потихоньку заканчивать. Видео вышло довольно долгим, я его записываю вторые сутки, потратив на него очень много сил и времени, и надеюсь, что это было не зря, и что вам было полезно и интересно. Если так, то конечно же не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, написать коммент, подписаться на канал, если вы не подписаны, и увидимся с вами в следующих роликах. Спасибо всем еще раз большое за просмотр, и всем удачи, всем пока.